В честь Всемирного дня диабета и столетия открытия инсулина. Тема моего доклада называется «Информационные возможности в управлении диабетом». Сначала хочу представиться для тех, с кем мы не знакомы. Меня зовут Булат Искандервич, фамилия моя Валитов. Я живу и работаю в городе Москва. Я эндокринолог, кандидат медицинских наук, врач сборной команды России по мини-футболу среди людей с сахарным диабетом и руководитель своей авторской онлайн-школы диабета. Начну я, наверное, с такого вопроса, который я называю диабетологическим или диабетическим парадоксом. И на сегодняшний день... В чем парадокс заключается? На сегодняшний день у нас есть довольно большое количество разных инструментов по управлению гликемией. И как для людей со вторым типом диабета, так и для людей с первым типом диабета. И на сегодняшний день как фармакология, так и научно-технический прогресс довольно сильно преуспели в совершенствовании своих подходов, технологий и различных новинок. То есть у нас есть хорошие средства самоконтроля, самые разные, с самыми разными возможностями. У нас есть обилие сахароснижающих препаратов, есть обилие способов и путей доставки этих препаратов в организм. Но, несмотря на все это, довольно существенный процент людей с сахарным диабетом по-прежнему находятся в зоне декомпенсированного углеводного обмена и не обеспечивают себе оптимального гликемического контроля. То есть, еще раз, парадокс заключается в том, что при наличии довольно большого количества возможностей по управлению гликемией, по эффективному и безопасному лечению сахарного диабета, большое количество пациентов остаются по-прежнему декомпенсированными. И давайте зададимся вопросом, почему так происходит, и попытаемся дать вместе с вами ответ, в том числе и на этот вопрос. По моему разумению, цель лечения сахарного диабета заключается в том, чтобы научить самого пациента управлять своей гликемией в ручном режиме. Немножко расшифрую саму эту фразу. Дело в том, что если по-простому сказать, что такое сахарный диабет, то можно было бы охарактеризовать его следующим образом, что сахарный диабет – это нарушенный автоматизм или сломавшийся автоматизм регуляции глюкозы в организме. То есть до постановки диагноза сахарный диабет у человека уровень глюкозы регулировался автоматически сам собой, и человеку ничего не нужно было для этого делать, предпринимать самостоятельно. После того, как был поставлен диабет, ну или, собственно говоря, сам диабет – это и есть сломавшийся автоматизм, то есть автоматическая регуляция уровня глюкозы. И цель диабета заключается в том, чтобы взять управление своей глюкозой, своей гликемией теперь в ручном режиме начать ее управлять, то есть взять ее на себя. И этот автоматизм, то, что раньше было автоматизмом, начать это делать в таком ручном режиме или полуавтоматическом режиме. И тут я вот заострю ваше внимание, да, что цель лечения диабета – научить самого пациента управлять своей гликемией. Да, конечно же, доктора, мы доктора в помощь пациентам, и мы, конечно же, здесь, ну, выполняем какую-то существенную роль, в том числе роль обучателей, да, мы учим людей с диабетом управлять своей гликемией. Но в конечном итоге самому пациенту важно понимать все закономерности протекания своего заболевания, все особенности, и без этого понимания эффективное управление гликемией невозможно. Так вот, если вернуться к предыдущему слайду, да, вот про парадокс, то мы можем сказать, что на сегодняшний день сама вот эта задача обучения людей управлению своей гликемией по большому счету эффективно не решена, нигде в мире она не решена. Ни у нас в России, ни за пределами нашей страны, даже в самых каких-то прогрессивных и развитых с диабетологической точки зрения странах. Вот, и, скорее всего, это и есть, ну, как бы, то объяснение, та причина, почему мы имеем довольно высокий процент декомпенсированных людей во всем мире, не только в России. Давайте ответим на вопрос, что же такое управлять гликемией? Вот тут еще, знаете, вот заострю ваше внимание на самом термине управления гликемией, потому что до какого-то момента мы все чаще говорили про компенсацию углеводного обмена, компенсацию диабета, и по большому счету этот сам по себе термин компенсация, он, ну, как бы не выделяет суть, наверное, того, что мы делаем. Так вот, управление гликемией намного более точно отвечает на тот процесс или ту деятельность, которую мы должны осуществлять в отношении сахарного диабета, в отношении регуляции глюкозы. И на сегодняшний день все чаще употребляются термины достижения оптимального гликемического контроля или управления гликемией. И с моей точки зрения управлять гликемией, это означает иметь желаемый уровень глюкозы крови всегда и везде. Но просто так сказать, что всегда и везде, наверное, было бы маловато, и мы все-таки должны привязаться к каким-то конкретным критериям, к каким-то параметрам, по которым мы могли бы оценивать вот тот самый оптимальный гликемический контроль, ну, или как бы сам по себе гликемический контроль. Принято выделять так называемую гликемическую триаду, то есть это те основные параметры, на которые мы ориентируемся, когда говорим о регуляции, компенсации, там, оптимальном гликемическом контроле. Итак, у нас есть глюкоза крови натощак. Натощак – это не только с утра, когда вы проснулись, это перед любым приемом пищи, глюкоза перед любым приемом пищи. Это глюкоза крови после еды, и это не через два часа после еды, это в течение всего периода после еды. И через 15 минут, и через полчаса, и через час, и через два, и через три часа. То есть любая точка временная после еды – это постпрандиальная глюкоза. То есть если, допустим, у вас перед едой глюкоза целевая, там, допустим, 6 ммол на литр, через час после еды там 15, а через два часа опять там 6-8, да, например, то мы говорим о том, что постпрандиальная глюкоза контролируется неэффективно. То есть мы не берем какую-то одну точку после еды, а мы берем весь период после еды. Ну и гликированный гемоглобин, вы, наверное, тоже прекрасно все знаете, это среднестатистический сахар за последние три месяца, и на сегодняшний день он по-прежнему считается там основным золотым стандартом оценки эффективности гликемического контроля. Итак, гликемическая триада – это сахар крови натощак после еды, и гликированный гемоглобин как среднестатистическое значение. Здесь нужно сказать о том, что в последние годы мы стали использовать еще один крайне ценный для нас диагностический параметр и критерий в оценке гликемического контроля. Он называется «время в целевом диапазоне», по-английски «tear» – «time in range», то есть «время в диапазоне». И вот здесь, например, на картинке вы видите, что у нас при одном и том же гликированном гемоглобине, то есть, например, при гликированном гемоглобине 7, мы можем видеть принципиально разную вариабельность и принципиально разную картинку колебаний уровня глюкозы в течение суток. То есть у одного человека мы видим там разброс от максимальных до минимальных значений, и в среднем мы получим гликированный 7. У кого-то мы видим не такую амплитуду, но, тем не менее, все равно она существует, и это тоже будет гликированный 7, то есть за счет более уплощенной вот этой вот как бы самой вариабельности все равно мы получим среднестатистические значения, среднестатистическое примерно там равное 7% гликированного. И мы можем видеть вот такую, например, гликемическую кривую, да, совсем плоскую и находящуюся практически полностью в целевом коридоре и целевом диапазоне, и это тоже будет гликированный 7. Естественно, мы говорим о том, что нужно стремиться вот к этой картинке, то есть когда у нас вариабельность минимальная, и большую часть времени мы проводим внутри целевого коридора. На сегодняшний день, так, в рамках консенсуса, скажем так, да, международного, по оценке вот этого вот показателя, который называется time and range, или время в целевом коридоре диапазоне, доктора договорились, специалисты мы договорились, что оптимальным считается, если пациент проводит не менее 70% времени в целевом диапазоне. То есть если время в целевом диапазоне 70+, да, то есть от 70% и выше, то мы говорим о том, что гликемический контроль, в общем, устроен неплохо, выглядит неплохо. Вот этот вот целевой коридор сейчас считается от 3,9 ммол на литр до 10 ммол на литр, то есть довольно широкий этот целевой диапазон, то есть от 4 до 10, и 70% времени нужно в нем проводить, тогда считается, как бы, гликемический контроль осуществляется эффективно. И теперь уже, наверное, давайте переходим к основной части моего доклада, то есть то, о чем я хотел рассказать вам, о информационных технологиях, которые помогают нам эффективно управлять этой самой гликемией, достигать тех самых результатов, о которых мы только что сказали. Важно понимать, что все глюкометры, системы непрерывного мониторинга, помпы, петли, шприц-ручки, любые препараты инсулина или любые другие сахароснижающие препараты, это всего лишь инструменты по управлению гликемией, то есть ни один сам по себе какой-то суперский инсулин или какая-то суперская таблетка или какое-то средство доставки этих лекарств в организм не обеспечивает гликемического контроля. Сама по себе ни одна технология не обеспечивает это, то есть это всего лишь навсегда инструменты, которыми мы должны пользоваться и освоить эффективное использование этих инструментов для того, чтобы получать вот те самые результаты, о которых мы сказали ранее. Важно понимать, что не инструмент определяет результат, а мастер, который им умело и виртуозно пользуется. То есть если вы освоили тот или иной инструментарий, то шансы иметь оптимальный гликемический контроль, конечно же, повышаются. В отличие от того, если вы просто будете бездумно колоть, пускай даже и хорошие инсулины, или бездумно принимать ту или иную какую-то, в общем, такую полуволшебную таблетку. Потому что волшебных на сегодняшний день не существует. Ну и давайте поговорим о том, какие информационные технологии, технические возможности у нас на сегодняшний день есть для повышения эффективности гликемического контроля. Ну и начнем с самоконтроля. И надо сказать, что за последние несколько десятилетий мы, конечно, существенно преуспели в разработке и дизайнировании различных средств самоконтроля и в их техническом прогрессировании, так это назовем. То есть, возможно, кто-то из вас еще помнит, что раньше в диспансерах, там лет 20, наверное, 25 назад, была такая система, когда выдавался талончик на сдачу уровня глюкозы крови, и вы приходили, сдавали этот анализ, уходили домой, через неделю приходили на прием к эндокринологу, и по одному этому значению корректировалась или там назначалась сахароснижающая терапия, в том числе инсулинотерапия, ну, как бы и все остальные, потому что у людей не было массового такого, ну, не было возможности массово использовать глюкометры, уж не говоря о системах мониторинга. И вот эта штука называлась сахарный день, да, то есть, когда вы приходили в диспансер, сдавали эту глюкозу, толпились в процедурный кабинет, чтобы сдать вот это одно измерение, и по одному этому измерению потом назначалась терапия. Конечно, сейчас у нас по сравнению с тем историческим моментом, да, то есть, сегодняшний день, он у нас принципиально отличается, и мы имеем принципиально другие возможности самоконтроля глюкозы. Но про какие-то глюкометры я, наверное, активно не буду рассказывать, потому что я думаю, что сейчас у каждого из вас есть в наличии глюкометр, скорее всего, даже и не один, и это все стало абсолютно доступно для массового использования, массового применения. Хочется сказать про то, какие возможности у нас есть использования глюкометров с точки зрения информационных каких-то технологий, да, и в первую очередь хочу обратить ваше внимание на мобильные приложения и электронные дневники. И вот здесь вот для примера, допустим, то, что у нас есть в стране, в России, это приложение, которое называется OneTouch Reveal или Contour Diabetes, это электронный дневник, то есть тот дневничок, который вы, например, записывали в тетрадочке или там где-то в уме что-то запоминали. Сейчас можно это все абсолютно делать, абсолютно просто, и установить приложение на мобильный телефон и вести электронный дневник, куда вы заносите автоматически через беспроводное блютуз-соединение с глюкометром, заносятся ваши результаты уровня глюкозы, туда же вы можете заносить все события, которые с вами происходят, там хлебные единицы, приемы пищи, физическую нагрузку, там, ну и так далее, то есть вести дневник, но в электронном варианте также этот электронный дневник можно распечатывать, отправлять своему доктору, что, конечно же, существенно облегчает коммуникацию, и если вы этот электронный дневник ведете, то, конечно же, глядя в него, вы можете анализировать свою текущую ситуацию, делать какие-то выводы, обсуждать это вместе с врачом, делать это самостоятельно, ну то есть в любом случае это такая наглядная информация, глядя на которую, анализируя которую, вы можете повышать эффективность своего гликемического контроля, и это 100% хорошее подспорье для того, чтобы двигаться в сторону более оптимального гликемического контроля. На сегодняшний день мы имеем такие технологии, которые можно назвать непрерывное мониторирование глюкозы, и на сегодняшний день есть разные системы мониторинга глюкозы в режиме реального времени, все они устроены однотипным образом. В подкожно-жировую клетчатку устанавливается сенсор или датчик, который измеряет уровень глюкозы крови в межклеточной жидкости в подкожно-жировой клетчатке. К этому сенсору, датчику подсоединяется трансмиттер, то есть передатчик, транслятор или ретранслятор, то есть сам датчик, сенсор измеряет уровень глюкозы крови, и трансмиттер или передатчик уже транслирует, передает эти значения на какой-то ридер, то есть на какой-то экран, на котором вы можете видеть эти значения, гликемическую кривую, тренды и так далее. То есть вот этим экраном может быть смартфон, экран телефона, могут быть электронные часы, может быть ридер, как в случае с флеш-мониторингом у компании Abbott, может быть инсулиновая помпа, как в случае с инсулиновыми помпами у компании Medtronic. Но в любом случае технология, она примерно одна и та же, то есть нет каких-то принципиальных различий. Еще раз, у нас есть датчик в подкорной жировой клетчатке, есть трансмиттер, который передает значения, и есть какой-то экран, на котором мы видим эти значения. И, конечно же, это, ну скажем так, на сегодняшний день самое современное, наверное, что мы можем иметь в плане самоконтроля глюкозы, и, ну как бы, используя непрерывное мониторирование глюкозы, какие мы получаем, по-русски говоря, плюшки, да, то есть какие преференции, какие преимущества мы получаем по сравнению с использованием обычного глюкометра. Ну, конечно же, мы получаем большую, более высокую информативность, то есть мы можем оценивать и вариабельность глюкозы, и мы можем оценивать автоматически, как бы, формировать вот эти отчеты по индексу Time and Range, то есть время в целевом диапазоне, мы можем диагностировать скрытые пики и падения уровня глюкозы крови, там, допустим, ночью или во время физических нагрузок, или у людей с плохой чувствительностью к гипогликемии. Мы можем отслеживать тренды, то есть каждая система мониторинга глюкозы не просто нам показывает цифру, ну, как бы, абсолютную цифру, абсолютное значение, да, уровня глюкозы крови. Каждая такая система нам еще показывает тренды глюкозы, то есть, например, он показывает, какое значение мы сейчас имеем, и что с этим сахаром происходит, это тоже принципиально важно. Когда мы видим абсолютную цифру, абсолютное значение уровня глюкозы, и видим, что, каков тренд, да, то есть сахар понижается, повышается, насколько быстро он понижается или повышается, насколько он стабилен в настоящий момент, ну, и имея эту информацию, конечно же, мы можем корректировать свои терапевтические действия, и делать их более оптимальными, более ситуативными, более адекватными, более оперативными. Мы имеем разного рода предупреждения, то есть прогнозирующие сигналы, когда нам система говорит, что смотри, сейчас у тебя сахар еще нормальный, но через полчаса он будет превышать или, наоборот, станет ниже, чем целевой коридор. То есть сами системы мониторинга позволяют нам прогнозировать уровень глюкозы крови и, не дожидаясь выхода за целевой коридор, уже сейчас сделать, предпринять какое-то действие, сделать, ну, принять какое-то новое решение терапевтическое и там либо доколоть что-то, либо подъесть, либо принять дополнительное количество углеводов или таблетку и так далее. То есть что-то сделать или подвигаться, что-то сделать для того, чтобы не допустить выхода за пределы целевого коридора. Система мониторинга также позволяет нам, дают возможность нам удаленного мониторинга. Речь идет о том, что это удобно, например, с детьми или с пожилыми родителями. То есть, условно, вы можете ребенку поставить сенсор, дать ребенку этот мобильный телефон, подсоединить свой телефон к этой же системе, и ребенок у вас ушел в детский сад, в школу, на тренировку, на секцию, и мама или папа, или там ближайшие родственники, или доктор, глядя на свой смартфон, сидя у себя дома, видит, что происходит с уровнем глюкозы у ребенка, который, ну, там где-то во дворе, на тренировке, в школе, в саду и так далее. Конечно же, это принципиально другие технические возможности, которые, ну, вот, стали доступны с появлением такого рода системы мониторинга и с развитием вот этого научно-технического прогресса. И, конечно же, я считаю, это принципиально для нас важно, интересно и здорово, что мы эти возможности на сегодняшний день имеем, потому что, помимо того, что мы должны добиться оптимального гликемического контроля, тут еще имеет значение вопрос цены, да, то есть, какой ценой мы добиваемся этого контроля. И здесь речь идет о качестве жизни, то есть, не просто о самом гликемическом контроле, но еще и о качестве жизни, ну, когда мы говорим о цене, да, то есть, и если мы можем сами себя комфортно чувствовать, и наши ближайшие родственники, которые, к сожалению, болеют диабетом, да, это, ну, как бы нельзя этому радоваться, что они заболели, но то, что они могут болеть и иметь при этом более высокое качество жизни, с вот теми возможностями, которые на сегодняшний день есть. И это, конечно, для нас здорово, это радостно, то есть, тут, как бы, было бы странно это отрицать, потому что все-таки эти системы дают нам вот это более высокое качество жизни и повышенное удобство. Ну, опять-таки, если мы говорим про вот системы удаленного мониторинга, то в России у нас присутствует сейчас система, которая называется Guardian Connect, компания Medtronic, опять-таки же, она состоит из нескольких элементов, часть из которых мы уже обсудили, то есть, у нас есть сенсор, который устанавливается под кожную жировую клетчатку, есть трансмиттер, который считывает эти данные, есть приложение Guardian Connect, которое устанавливается в смартфон, бесплатное приложение, и, соответственно, данные сенсора перекидываются на смартфон, вы видите здесь саму гликемическую кривую, видите все тренды, есть все предупреждающие сигналы, также автоматически все эти данные переносятся в облачное хранилище, где вы можете распечатывать, рассчитывать, смотреть, анализировать отчеты, можете пересылать эти отчеты доктору, или доктор со своего компьютера может открывать и смотреть все ваши результаты. Также подсоединять можно не один смартфон, а несколько, но то, что мы уже сказали, то есть когда сам пациент и ближайшие члены его семьи видят те же самые результаты, то есть ребенок находится в детском саду, а мама дома все видит, что происходит с его глюкозой. И опять-таки повторюсь, это, конечно, здорово, что такие системы есть. Да, пока это все не до конца совершенно, да, пока у всех производителей этих систем есть определенные сложности технического в основном характера, которые не до конца преодолены, но тем не менее то, что мы имеем, это уже принципиально другое качество самоконтроля и принципиально другие возможности контроля глюкозы. Ну, подобная система есть у компании Эбот, которая тоже сертифицирована здесь у нас в России, на территории нашей страны, и это приложение называется Freestyle LibreLink, LibreLink, да, и, ну, еще приложение, которое LibreView, оно позволяет анализировать дистанционно ваши данные и обмениваться с доктором. В принципе, технология примерно все то же самое во многом, что и у компании Medtronic, ну, просто это вот как бы у них по-своему это дизайнировано, дизайнировано, но суть в целом одна и та же, позволяющая осуществлять удаленный мониторинг, позволяющий видеть и гликемическую кривую, позволяющий иметь оповещение, знать тренды и анализировать дистанционно данные. То есть в целом это, ну, системы похожие у этих двух компаний, и спасибо, что они это делают. Ну, и, конечно же, наверное, если они при этом конкурируют друг с другом, ну, пациентам, я думаю, что это только на пользу, потому что в конечном итоге вы получаете больше преимуществ, больше удобств, ну, за счет того, что есть конкуренция между этими производителями. Ну, здесь опять-таки мы, вот, хочу сказать про возможности удаленного мониторинга, мы уже, в принципе, проговорили про это, да, и, конечно же, лишний раз просто я хочу подчеркнуть, что это здорово, что мы имеем этот удаленный мониторинг, эти возможности, когда мы можем все это видеть, анализировать, подключать это к смартфонам, к часам, передавать это все на компьютер, формулировать эти отчеты, передавать их друг другу. Это, конечно, очень здорово, что это в нашу жизнь пришло. Какие еще существуют системы непрерывного мониторинга глюкозы? Ну, вот я сказал, что у нас есть системы компании Medtronic и Freestyle Libra, да, которые сертифицированы на территории нашей страны. В мире есть еще Dexcom, которые у нас на территории России пока не сертифицированы, но, тем не менее, многие пользуются, и это тоже довольно хорошая, надежная система. И есть Evasense, это тоже система, у которой тоже есть определенные интересные новинки. Вот я не буду вас обманывать, по-моему, в Европе ее нет, она в Америке, в США представлена. Ну, вот это основное, то, что есть, и при этом и компания Medtronic, и Freestyle Libra, те системы, которые у нас сертифицированы на территории нашей страны, ну, в общем, довольно хорошие, многие пользуются, никто не жалуется. И Dexcom, ну, то есть нельзя сказать, что Dexcom обладает принципиально какими-то, там, например, другими преимуществами по сравнению с тем, которые доступны на территории нашей страны. Ну, здесь все, что называется, дело вкуса, на вкус и цвет товарищей нет, здесь вот это уместно, то есть каждому подходит что-то свое. Поговорим о мобильных приложениях и калькуляторах DOS. Ну, опять-таки, мы живем в век цифровых технологий, и на сегодняшний день есть обилие всяких электронных дневников, калькуляторов DOS, различных мобильных приложений для людей с диабетом в том числе, да, то есть, и вот, ну, здесь я вам всего лишь несколько привожу, вот, например, DietSru, такое есть приложение, оно очень классное, позволяет рассчитывать и калории, и хлебные единицы, учитывать там всякую уварку, ужарку, там довольно большая база встроенная, база продуктов, оно удобное, там можно выбирать любимые свои продукты, любимые блюда, формировать эти блюда, ну, короче говоря, функционально хорошее, классное приложение для тех, кто вот всерьез занимается гликемическим контролем, и такого типа приложения не облегчают, вот этот, ну, облегчают сам гликемический контроль, позволяют это делать более просто, более легко, более эффективно, более удобно, ну, повышая качество вашей жизни. Есть вот такой Diabetes M, называется программа, которая тоже, она своего рода электронный дневник и электронный калькулятор ДОС для людей с диабетом на инсулине, тоже хорошее приложение, функциональное, можете обратить на него внимание. FatSecret, это там в основном по расчету калорий для людей с лишним весом и сахарным диабетом второго типа, наверное, будет актуально, тоже хорошая, большая база данных, и есть вот гликемический индекс, по-моему, так оно и называется, приложение, вот такое сердечко. Гликемический индекс, тоже там довольно большой набор продуктов, и, ну, тоже обратите внимание, толковая вещь. Вот, опять-таки здесь надо понимать, что ни одно приложение само по себе не позволит вам эффективно контролировать диабет, если вы его адекватно не освоите и не настроите. То есть для того, чтобы пользоваться этими приложениями, не просто вам нужен смартфон, или не просто нужно техническую какую-то грамотность минимальную иметь, а нужно понимать, как эти приложения настраивать. То есть нужны специфические знания по управлению своим диабетом, знать свои особенности, потребности, коэффициенты и так далее. Потому что если вы это не настроите, вы никогда не сможете адекватно пользоваться такого рода инструментарем. Он просто будет неэффективен. Ну, то есть проблема не в конкретном приложении, а проблема в том, что вы его не настроили под себя. Поэтому, конечно же, обучение – это то, на чем держится эффективное управление диабетом, обучение пациентов. Поговорим немножко о технических средствах введения инсулина, то, что мы на сегодняшний день имеем. И вот коллеги уже частично касались этого, поэтому я здесь, наверное, тезисно пробегусь по каким-то, больше акценты расставлю, да, то, что на сегодняшний день у нас есть. И какие возможности технические, опять-таки, у нас есть для улучшения, упрощения гликемического контроля. Есть такие колпачки на ручке, которые называются Таймсулин, подходят к основным шприц-ручкам. И они, в чем их плюс? Они запоминают последнюю инъекцию, когда была сделана последняя инъекция. Наверняка вот те люди, которые на инсулине, не дадут мне соврать, что бывает так, что вы, например, у вас подошло время делать инсулин, и, например, прошло, и вы вроде бы собирались сделать инсулин, и, там, допустим, продленный, прошло какое-то время, и вы сидите и думаете, а вот сделал я инсулин или не сделал? И вы гадаете, да, то есть вроде бы собирался сделать, а сам момент, когда сделали, не помните, то есть потому что, ну, там, инъекция инсулина у многих становится такой автоматическим каким-то действием, и мы делаем это на автомате, и не фиксируем свое внимание на этом действии. И потом вы ходите и мучаетесь, то ли уколол, то ли он не уколол, вот не помню. И, например, вот этот колпачок Таймсулина, он позволяет избежать этих проблем, то есть он запоминает время последней инъекции, то есть вы можете всегда легко проверить, так в итоге укололи вы или нет. Он запоминает и время, и дозу. И вы точно можете знать, да, когда и сколько вы укололи. Ну, тоже бесспорно, удобно. Нельзя сказать, что этот колпачок вам компенсирует диабет, но, по крайней мере, он сделает это более удобным. Дальше идем. Не работает эта указка. Да, есть у нас такая цифровая инсулиновая ручка, которая называется Пендик. Тоже довольно интересный инструментарий. Подходит она для большого количества, ну, для всех основных типов инсулина. Она запоминает последние тысячи инъекций, ну, и там запоминается дата, время и количество введенных единиц. Также эту ручку можно настраивать с минимальным шагом дозы 0-1 единицы, да, то есть можно вводить более точные и меньшие дозы. И это там для детей особенно важно, или для людей с небольшой потребностью в инсулине. Также у нее есть блютуз-соединение, которое позволяет передавать эти данные на компьютер. Ну, и также, вот как я уже сказал, она совместима с основными типами инсулинов. Вот, тоже довольно интересное такое решение. Подходит для людей, кто не использует помповую терапию, но при этом хочет, например, колоть более точные дозы инсулина, точнее дозировать и уменьшить там шаг дозы и так далее. Такая есть шприцручка, которая называется SmartPen. Ну, похожая, да, она запоминает дозу и время введения инсулина. Можно объединять ее с системами непрерывного мониторирования, все это выводить на смартфон. Там же можно отмечать события, ну, то есть инъекции инсулина, физическая нагрузка. В самом приложении, там, хлебные единицы, ну, и так далее. Также подходит для людей, у которых по какой-то причине невозможна помповая инсулинотерапия. Ну, и поговорим теперь о помпах. Тоже уже касались, и здесь я хочу рассказать вам, ну, как бы об эволюции помповой терапии, то есть что на сегодняшний день у нас есть. Исходно мы начинали, ну, или так скажем, были у нас или есть до сих пор инсулиновые помпы, ну, давайте назовем первого поколения, то есть когда это были приборы, и есть приборы, инсулиновые помпы, которые просто вводят инсулин. То есть это средства доставки инсулина в организм с большим количеством технических возможностей, чем шприцручка. То есть они позволяют инсулиновой помпы вводить инсулина меньше, более точно дозировать. В них есть, ну, как бы встроенные инсулиновые калькуляторы доз, позволяют более физиологично и, ну, в соответствии с потребностями в инсулине дозировать дозу базального инсулина. То есть одним словом, еще раз, это инсулиновая помпа, это инсулиновая помпа первого поколения, это инструмент, позволяющий более физиологично вводить инсулин в организм. То есть это средства доставки инсулина в организм с большими возможностями, чем шприц-ручка. Потом появились, так скажем, инсулиновые помпы второго поколения, давайте их назовем. И это уже приборы, которые совмещают в себе средства доставки инсулина в организм и функцию мониторирования глюкозы. То есть есть помпы, которые, допустим, у компании Меттроник 722 помпа, которая вводит инсулин и измеряет глюкозу. Но эти функции две, они никак не объединены. То есть инсулин вводится, глюкоза измеряется. Но если глюкоза выходит за целевой коридор, подача инсулина никак не меняется. То есть эти две функции полностью разведены, они никак не завязаны друг на друга. Потом появилась там следующая помпа из этой же серии, которая начала отключать подачу инсулина в случае гипогликемии. Потом появилась 640-я так называемая помпа, которая делает это еще более филигранно. То есть она отключает дозу инсулина, потом сама включает дозу инсулина и делает это более гибко. И это второе поколение инсулиновых помп, которое измеряет уровень глюкозы крови и даже частично изменяет подачу инсулина в соответствии с теми данными о глюкозе крови, которые получает. Давайте поговорим о том, что такое искусственная поджелудочная железа и где мы находимся на сегодняшний день, как бы на каком историческом этапе на пути создания искусственной поджелудочной железы. И здесь можно сказать об третьем, наверное, поколении инсулиновых помп. И на сегодняшний день есть такая Меттроник 670-я помпа. Что она уже позволяет делать и какие есть у нее преимущества? То есть она, во-первых, автоматически корректирует базальную подачу инсулина в соответствии с теми данными глюкозы, которые она получает от сенсора. То есть по сравнению с предыдущим поколением помп, то есть у нее есть сенсор, который измеряет уровень глюкозы крови, есть сама помпа, которая подает инсулин, но есть еще алгоритм, который меняет скорости подачи инсулина в соответствии с теми данными об уровне глюкозы, которые получаются с сенсора. И эта вот 670-я помпа делает это автоматически, то есть она корректирует базальную подачу инсулина автоматически сама. По-прежнему при этом требуется введение количества углеводов, то есть она подкалывать на еду сама пока еще не может, не умеет. И есть тут определенные ограничения, то что минимальная суточная доза должна быть больше 8 единиц, то есть у маленьких детишек есть ограничения. И целевая гликемия по умолчанию нельзя это изменить 8,3, то есть это тоже такой недостаток, который я считаю как недостаток. То есть он с точки зрения безопасности, конечно, сделан, но тем не менее пока это недостаток, потому что все-таки это не самая оптимальная цифра целевого сахара. Есть 780-я помпа, которая тоже уже вышла, применяется в странах мира в некоторых, в России пока не сертифицирована. Что здесь уже? То есть она по сравнению с предыдущей моделью уже сама корректирует дозы болюсов, в том числе на еду. То есть не только корректирует базальную подачу, но и частично корректирует подачу болюсов. Сама корректирует неучтенные углеводы. То есть, допустим, вы съели пару хлебных единиц, сахар начал поясаться вверх, помпа прогнозирует, то есть вы эти углеводы в память помпы никак не вводили, но сама помпа видит тренд на повышение глюкозы и сама докалывает, начинает, сама увеличивает подачу инсулина для того, чтобы, по-русски говоря, сколоть, компенсировать вот эти неучтенные углеводы. То есть она сама предсказывает, прогнозирует тренды глюкозы и, глядя на эти тренды, либо увеличивает, либо уменьшает подачу инсулина. И это, конечно, уже как бы такой полуавтоматический режим. Настраиваемая целевая гликемия стала 5,5, то есть ее можно менять. И это, ну как бы по сравнению с предыдущей моделью, там было 8,3, здесь 5,5. И это, конечно, уже другой прибор, более совершенный, позволяющий более точно и более эффективно контролировать глюкозу. Есть инсулиновая помпа Tandem Control IQ, которая в России тоже пока недоступна, но уже есть. И я даже знаю в России людей, которые ее используют. Уже даже есть небольшой опыт у нас по использованию этой системы, так скажем. Ну, то есть, перечислять не буду. Она во многом похожа на вот ту предыдущую, о которой я рассказывал, Medtronic, но это просто как бы другой производитель. В принципе, суть одна и та же. То есть, по функционалу примерно та же самая, с небольшими отличиями. Есть инсулиновая помпа в разработке, которая пока находится, не вышла она на рынок. Называется Beta Bionics компания. И это биогормональная помпа. То есть, она в себе вот здесь, видите, она содержит и инсулин, и глюкогон. То есть, и подразумевается, что она будет вообще работать в полном автоматическом режиме. То есть, сама будет сахар и повышать, и понижать. То есть, в случае там с низкими сахарами будет вводить глюкогон, повышая глюкозу. В случае с низким сахаром глюкогон, в случае с высоким сахаром инсулин. И, соответственно, никакой там особой программирования не нужно. Там находится искусственный интеллект. И все, что нужно для начала использования этой помпы, только ввести массу тела. Дальше она на основании искусственного интеллекта, на основании нейронных сетей, которые там встроены. Сама все подстраивается, сама адаптируется. И сама начинает управлять вашей глюкозой. Довольно интересная такая система. Ждем ее выхода. Будет интересно, что она нам даст. В такой отдаленной перспективе. Насколько она будет уместна и интересна для контроля. Есть так называемые петли. Возможно, вы знаете, что такое петля. Петля это то же самое, что искусственная поджелудочная железа. То есть еще раз, что такое петля. Петля это инсулиновая помпа. Это система мониторинга глюкозы в непрерывном режиме. И алгоритм, который совмещает систему мониторинга и подачу инсулина. И все эти данные выводят на смартфон. Ну то есть, как правило, сам этот алгоритм на смартфон там тоже устанавливается. И, естественно, вот эти петли, то есть замкнутая петля по-другому мы называем. Они разные. Есть петли для разных видов помп, для разных телефонов Android, Android или Apple. И в зависимости от этих разновидностей есть разные виды этих петель. Но принцип везде один и тот же. То есть там, где мы обеспечиваем замкнутый контур. То есть там, где сама помпа, ну скажем так, сама система, сам алгоритм анализирует данные глюкозы, анализирует тренды. И начинает корректировать дозу инсулина, скорости подачи инсулина в соответствии с теми данными о глюкозе, которые получаются. Но здесь, что принципиально важно понимать, что любая петля хорошо работает, если вы ее адекватно настроите. То есть не нужно думать, что вы поставили петлю и она все вопросы ваши решила. Если петля настроена неадекватно, то никаких хороших результатов вы не получите. То есть для того, чтобы петля работала, опять-таки нужно обладать высоким уровнем, давайте это назовем такого диабетического интеллекта, для того, чтобы уметь качественно, правильно, грамотно настроить эту систему. Тогда, конечно, да, эта система принципиально позволяет по-другому управлять глюкозой и сахарным диабетом и принципиально повышает качество и удобство вашей жизни. Это 100%, ну опять-таки, нужны знания. Без знаний никуда. Что у нас еще осталось? Расскажу немножко в двух словах о своем авторском курсе, который называется «Моя гибкоинсулинотерапия». То есть здесь, опять-таки, я решил про это рассказать, потому что он сделан с учетом всех тех информационных и технических возможностей, которые сегодняшнее историческое время нам дает. У меня есть моя авторская школа диабета, она онлайн-школа диабета. То есть я последние 15 лет занимаюсь дистанционным обучением людей с диабетом. И все вот это ковидное время особенно, оно тут как бы само, что ли, вот ускорило организацию такого типа обучения. Онлайн-школа у меня устроена следующим образом. У нас есть онлайн-платформа, на которой человек регистрируется, получает свой личный кабинет. В личном кабинете получает лекционные материалы. Все обучение рассчитано на два месяца. Человек получает доступ к видеоурокам, по которым шаг за шагом изучает все основные азы гибкой инсулинотерапии. То есть это онлайн-школа пока у меня существует только для людей на инсулине с диабетом, на инсулине. В основном первый тип. Соответственно, по видимым урокам каждый человек проходит программу курса. К каждому видеоуроку он получает довольно большое домашнее задание, решает ситуационные задачи, потом рассчитывает все свои там коэффициенты, параметры, анализирует свою ситуацию. Имеет возможность на этой онлайн-платформе присылать любые свои вопросы, задавать и в режиме реального времени мы ему отвечаем. Имеет возможность присылать свои анализы, дневники самоконтроля, ну и так далее. И в чем преимущество этого онлайн-обучения? Во-первых, все обучение проходит не где-то в каком-то классе, где вот мы человека посадили и ему что-то такое рассказываем, ну как бы вообще не имеющие к нему отношения зачастую. Человек проходит обучение в условиях своей реальной жизни, то есть он ходит в ту же самую школу, в которую ходил, в детский сад, в институт на работу, гуляет с той же самой собакой, ходит в тот же самый фитнес-центр, ссорится с теми же самыми соседями и так далее. То есть его жизнь никак принципиально не меняется, то есть и в условиях своей реальной жизни он обучается управлять своим диабетом. То есть конкретно в своих, ну как бы варится в своем котле, что называется, да, то есть и потому что мы часто бывает как, мы человека в стационар положили, школу диабета провели, там что-то подобрали дозы, выписали человека, и у него сразу все раскомпенсировалось, потому что стационарная жизнь в условиях больничных стен и вне стационара, в реальной жизни, это как две разные реальности, и поэтому мы здесь обучение проводим прямо в той реальности, в которой человек живет, ничего, никаких госпитализаций не нужно и так далее. Человек проходит обучение в том режиме, в котором ему удобно, хочет вечером посмотрел видеоуроки, хочет ночью посмотрел, хочет днем посмотрел, хочет с той скоростью, с которой хочет смотреть. Сразу начинает все знания применять в условиях реальной жизни еще раз. Обучение доступно из любой точки мира, где есть интернет. Все, что нужно, это смартфон, компьютер и интернет. И тогда вы, ну и желание, конечно же, дальше вы все можете делать. Но опять-таки, я считаю, что это такой, в общем, в какой-то мере уникальный пример, потому что, во-первых, онлайн-школ их в принципе не так много, во-вторых, сама технология передачи знаний, она тоже довольно эксклюзивная, потому что, но вся суть обучения заключается в том, чтобы каждый пациент, который попал на курс, нашел набор своих индивидуальных терапевтических решений в условиях своей реальной жизни. И, то есть, мы даем максимально прикладные знания, максимально практичные, максимально необходимые для конкретного человека, а не вообще там рассказываем про хлебные единицы или нет. Мы рассказываем конкретно вот то, что нужно знать вам. Ну, тут еще, наверное, основное, ну вот просто подытожить, да, то есть продолжительность курса два месяца, 10 основных видеоуроков, все обучение проходит онлайн. Да, вот не сказал, каждую неделю мы проводим несколько живых эфиров, где мы встречаемся, отвечая на все вопросы, на все сложности, анализируем всякие дневники, отвечая на вопросы, которые были присланы там раньше и так далее. Все обучение проходит на нашей онлайн-платформе, вот все в одном месте, как бы все в одном окне, что называется. Ну и вот остальное я уже все проговорил. Поэтому, если у кого-то есть желание пройти этот курс обучения, welcome, пожалуйста, приходите, буду рад видеть. Ну и вот хочу в финале, да, рассказать все-таки про то, где мы были 100 лет назад, то есть в этом году мы отмечаем вот 100 лет с открытия инсулина, да, то есть понятно, что история диабетологии началась не с открытия инсулина, но тем не менее получение инсулина в наш арсенал, да, и в распоряжение стало такой, ну, хорошей вехой в истории диабетологии. И вот посмотрите, то, что у нас было раньше, вот это был аппарат для производства инсулина 100 лет назад, да, вот это были пациенты, которые, там, первые пациенты, которым назначался инсулин, и всего за 100 лет, то есть я считаю, довольно быстро мы получили принципиально новые возможности, и вот коллеги рассказывали сегодня про технологии создания новых молекул и про сами новые молекулы, про возможности, как бы синтеза новых препаратов инсулина, и с каждым днем эти препараты становятся все лучше и лучше, и мы уже получаем сейчас вот на подходе еще новые молекулы инсулина, которые уже там в Европе есть, ждем у нас. Ну и, соответственно, это, конечно, принципиально новые возможности на сегодняшний день мы имеем с точки зрения средств самоконтроля, препаратов инсулина, средств введения инсулина, обилие таблетированных сахароснижающих препаратов, и, ну, вот, там, рынка сопутствующих товаров, и, ну, как бы, тех мобильных, там, информационных технологий, которые у нас на сегодняшний день есть. То есть, еще раз вот услышите важную мысль, что на сегодняшний день диабет при наличии всех тех возможностей, которые у нас есть, перестал быть тем страшным диагнозом, который неминуемо приводил к осложнениям, неминуемо приводил к, там, преждевременной смерти, к каким-то острым состояниям и так далее. То есть на сегодняшний день при желании и при тех возможностях, которые у нас есть, люди с диабетом могут вести абсолютно нормальную, качественную социальную жизнь, лишенную, ну, или, скажем так, с минимальным объемом ограничений. Здесь я, конечно, далек от мысли, чтобы, там, знаете, как бы вот хлопать в ладоши и говорить, что вообще диабетом болеть – это здорово. Нет, конечно, это очень неприятно. Это, ну, хроническое тяжелое заболевание. Но на сегодняшний день мы имеем все возможности для того, чтобы качественно, эффективно это заболевание обслуживать, ухаживать за ним и обеспечивать себе хорошую, нормальную, качественную жизнь. Это вот моя такая субъективная точка зрения. И на этом я бы, наверное, хотел бы закончить. Здесь вы видите мои координаты. То есть, если будет интересно, пожалуйста, я открыт для любой коммуникации. Можете мне писать, звонить, общаться. А если есть какие-то вопросы, то давайте я на них отвечу. Вопросов у нас больше нет, поэтому я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были сегодня с нами. Это, наверное, финальный доклад, да, у нас? Да, и на этом мы тогда нашу конференцию завершаем. Всем, кто был с нами, благодарю за внимание, за терпение и за участие. До новых встреч. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok